Приветствую! Я решил сделать рубрику с обзором разных нестандартных запчастей тюнинговых, потому что часто спрашивают люди о том, стоит покупать то, это, ну и так далее. Ну, в основном, то, что я показывал до этого, это разные там УПГСы, Котопы, натяжители, пилот. То есть, это всё имело далеко не сильно хорошие мои личные отзывы. Ну, как бы я, то же как этот самый, как эскимос, то есть, что вижу, то и пою, или кто там. Из них поет. То есть, как говорится, теперь, теперь это всё я решил объединить в такую более-менее рубрику, то есть, ну, чтобы было в одном плейлисте, скажем. Ну, и начнём мы с такого дела. Вот он, ресивер на инжектор, восьмиклапанный передний привод, стингер. Ну, видео с головкой, с этим делом должно быть несколько позже. Ну, я просто решил уделить небольшое такое видео, именно конструкции самого этого ресивера. Ну, дело в том, что в другой раз пишут люди, то есть, а стоит ставить, не стоит ставить, а чё оно, а даёт оно это, не даёт оно. Вот, ну, значит, смотрите, давайте начнём с самого такого простого. Значит, в принципе, то есть, в общем, то есть, если посмотреть на это дело, то есть, выполнена вещь аккуратно, то есть, вот здесь фасунки сзади стоят, то есть, ну, это всё дело на автомобиле стоит вот, сзади получается. То есть, всё это дело выполнено, то есть, в принципе, аккуратно, нормально, то есть, каких-то таких соплей или ещё чего в каналах ничего такого нету. Единственное, какой нюанс есть Например, мы смотрим на диаметр канала Там еще краска, но краску надо почистить Естественно, перед установкой У меня получается здесь 34,67 Если почистить краску Получается где-то до 35 мм У меня сейчас под рукой нет прокладки У меня есть просто порезанная прокладка для подгонки Здесь у нас 35 мм Сам канал стандартный Если взять головку, допустим, она у вас не разточенная Часто же вопрос спрашивают Если я на стандартном двигателе сниму, поставлю Стандартный канал имеет порядка 30 мм Плюс-минус он немножко эллипсный Это уже как литье станет, как карта ляжет Но совпадает он с этим делом Я прикладывал, смотрел по головке То есть нижняя часть, вот эта вот часть Она в принципе совпадает Канал в канал А вся основная ступенька идет сверху То есть получается диаметр этот больше Канал меньше, соответственно будет ступенька Но это такая небольшая, я не могу сказать недоработка Потому что обычно такие вещи покупают, ставят на Как минимум какие-то нестандартные двигатели То есть там, где уже головку могут прямо Не отходя от кассы, допилиться, вместить Чтобы все нормально сделать Ну то есть при установке на стандартный двигатель Вот этот вот момент нужно учитывать То есть вот эта вот ступенька большая То есть канал, вот эта часть больше Головка, часть канала идет меньше Соответственно, ну на каких-то там низких оборотах Или даже средних оборотах Особо вот этой вот ступеньки То есть то, что упираться поток будет Вы это не почувствуете Но на максимальной продувке Когда будет максимальная нагрузка То есть полный дроссель Полная, ну то есть чтобы двигатель потреблял Весь воздух, который он может прокачать Здесь конечно будет потеря На переходе, на стыке Там чуть ли не пол канала будет Ну не пол канала, но процентов 30 Где-то будет перекрываться турбулентностью То есть наполнение станет хуже То есть этот момент нужно учитывать Ну естественно, соответственно Прокладки под это дело нету Надо самому делать Вот, то есть на штатный двигатель Вот я отвечаю на вопрос То есть на штатный двигатель Если такую поставить Поставить можно, но Скажем, с некими доработками Я не знаю, правда Может быть у стингера есть Именно такие же ресиверы Только с меньшим диаметром Именно здесь на выходе Но в частности то, что мне попалось Имеет такую консорию Но я не могу сказать, что это сильно большой Там, ну, бог, там, недоработка Производитель Ну просто надо учитывать То есть я же, как я говорю То есть такие вещи ставятся на Далеко не стандартные двигателя Дальше Ну сам объем, честно говоря, я не помню То есть мне человек просто прислал Он хочет себе 52 ОКБ-52 распредвал поставить Или 54 Я точно помню, 54, наверное Ну он, в принципе, и туда, и туда будет Отлично подходить Что касается в общем проектировки Сейчас я даже диаметр замерю То есть, ну вот если Опа С тыльной стороны мы Замеряем диаметр Ну, по наружу мы будем мерять Естественно То есть у нас получается Где-то 105 миллиметров Там с копейками Ну, с копейками Потому что это покраска То есть 105 миллиметров Ну, я так понимаю Внутри должно быть Где-то миллиметров 100 То есть, там по 2,5 стенку Он такой Хороший Добротный Сделал Значит Теперь, что касается Конкретно его конструкции Значит, вот смотрите Сейчас мы фонариком Подсветим Нет, здесь не видно Подсветим мы Сюда Вот так Чтобы не сильно Большой был Вон они Есть Ну, в народе Называют это дело Дудками Ну, правильно Говорить Раструб Он выступает В Канал Туда Попробуем Видно Ну, то есть Продолжение Всего канала Оно выходит Не тупо в стенку Как на стандартных Конфигурациях Вот этих вот Ресиров Но оно там С раструбами Выступает Так Я думаю Видно здесь хорошо Это Так Теперь Смотрите В чем дело Значит Как раз Буквально Недавно Видео Делал Ов пусках Системах Впуска И так далее Я хочу Обратить Ваше внимание На то Что Вот этот вот Раструб Ну, будем Шершавым языком Плаката Говорить Дудка Хотя мне это Слово Не нравится То есть Если посмотреть Более детально То она Выступает В канал Фактически Вот если взять Саму трубу Ну, диаметр Вот этого Ресивера То она Выступает На Две трети Диаметра Вовнутрь Соответственно Если рассмотреть Его Ну, просто сзади Будет Наверное Проще Это все дело Нарисовать То есть Я возьму Маркер Вот смотрите Нарисую Здесь Сейчас Поднимем Камеру Я здесь Нарисую Допустим У нас Диаметр Вот так Ну, вот он Есть Ну, и поделим Его на Три Более-менее Равномерных Части Так, чтобы Было Более-менее Понятно Так Вот оно То есть Раструб Вот этот Вот Он выступает Вовнутрь От стенки Он выходит Примерно На две трети То есть Он заканчивается Примерно На Вот этом Вот уровне Ну, это Еще раз Как говорится Вот оно Это видно Это не есть Сейчас Это не есть Секрет То есть Видно Вот сверху Там мало места Очень От раструба До Стенки Вот этого Вот Ну, трубы Скажем То есть Система Лучше, конечно Чем Стандартная Ну, то, что есть То, что используется На Большинстве Автомобилей Но в то же время Она имеет Существенный Очень существенный Недостаток В том, что Раструб выступает На две трети Потому что Еще в описании Будет ссылка На Теоретическое Пояснение На видео Я там этот момент Более прояснял Детально Но лишь напомню На то, что Когда раструб Раструб Вообще По задумке По идее Он должен выступать На Одну третью Диаметра Всего Вот этого Трубы Ресивера Потому что Как раз Чтобы он выступал На одну третью Он получается Может Потреблять Воздух Не от стенки Брать То есть То, что Есть В самом Ресивере Потому что У стенки Если его Поставить Вровень С трубой Будет Дополнительная Турбулентность Когда поток Будет со стенки Стекать А если Его поставить Хотя бы На половину Или даже Как здесь Поставлен Выше То Он будет На максимальной Продувке Будет Потребление Воздуха Несколько Затруднено Так как Пространство То есть Откуда Он будет Брать Крайне Маленькое То есть Нужно будет Потоку Преодолевать Дополнительно То есть Он должен Подниматься И заходить Грубо говоря На 180 градусов Заломаться Что ухудшает Продувку На высоких Оборотах При полной Нагрузки То есть Сам по себе Ресивер Хороший Но Вот такая Существенная Недоработка Причем Я хочу Заметить Что Лучше Ну как То есть Чтобы Почувствовать Эффект Вот от Этого Дела Если Вы возьмете И Вот этот Вот Ну Скажем Турбо Ресивер Просто Поднять Ее Выше При том Что Оставить Длину И объем Вот Всех Вот этих Каналов Так Как я Рассказывал Чтобы Он на Одну Третью Выступал Тогда Вы Ощутите Эффект То есть Если Просто Сделать Короче Сами Раструбы Внутри Система Начнет Работать Чуть Чуть По Другому То есть Ну так Как Объем Длина Изменится То есть Система Начнет Работать По Другому Вот Но Я так Понимаю Может быть Конструктивно Не Сильно Удобно Или Есть Возможность Поднять Сам Ресивер Вот этот Вот Выше Чтобы Не Уперся Он Нигде В Капот При Том Чтобы Оставить Длину Ну И Объем Вот Этих Труб Ну В общем Все Это Дело Я думаю Можно Доработать Вот Тогда Эффект Будет Значительный То есть Это Будет Чувствоваться Именно Ощутимо Вы Получите Эффект Значительно Лучше Дальше Еще Один Такой Нюанс Из Это Вид Сзади Скажем Ресивера Так Я Вот Его Поворачиваю Вот Она Ну Вот Он Канал Вот Он Как Идет Грубо Говоря Здесь Так Он Сюда И Выходит То Видно Что Первый Раструб Первого Цилиндра Точнее Это Четвертый Извиняюсь Он Подходит Фактически Прямо Возле Вот Отверстия Под Дроссельную Заслонку То Получается Небольшой Ну Как Небольшой Он Может И Небольшой Но В принципе Я считаю Это Существенный Недостаток Системы В том Что Дроссель Так Как Он Усугубляет Все Дело То Что Раструб Он Находится Вверху То есть Если бы Он Внизу Стоял То есть Дроссель Он Здесь Бы Стоял И Никаких Проблем Не было Но При Такой Компоновке То есть Дополнительно Ко всему Что Я Описывал Первый Точнее Четвертый Цилиндр То есть Первый Раструб Со стороны Первый Канал Со стороны Дросселя В момент Именно Переходных Режимах То есть Когда Дроссель Лежит Рядом Он Постоян Открыт Закрыт Открыл Закрыл Прикрыл То есть Больше Меньше Больше Меньше Этот Цилиндр Будет Наполнение Иметь Именно На переходных Режимах Когда Меняется Положение Дросселя Будет Иметь Худшее Наполнение По сравнению С остальными Цилиндрами Потому что Раструб Находится Прямо Непосредственно В зоне Турбулентности Ну то есть Вот как Дроссель Грубо говоря Первоначальный Момент Открывается То есть Поток Идет Там Со срывом Со всеми Делами И То есть Именно На первой Как раз Он по центру Фактически Стоит Вот этого Отверта То есть Вот он По центру Как раз На него Поток Идет Рваный Со всякими Завихрениями Это уже Для остальных Каналов То есть Он уже Там более-менее Стабилизируется И идет Более-менее Нормальный А вот Именно В переходных Режимах Первый Точнее Ну получается Четвертый Цилиндр Первый Канал Который Проложен Ближе К досу И испытывает Такие Неудобства То есть В принципе Сам по себе Реселлер Сделал нормально Именно Как Изготовленная Деталь То есть Вещь хорошая Единственное Что я Надеюсь То есть Видео Будет Производителями Воспринято Правильно То есть Я наоборот Говорю Что вещь хорошая Лучше стандарта Но Все то Что есть Можно сделать Еще лучше То есть Чтобы работало При том Что Никаких Глобальных Переделок Доработок Делать не надо Но система Может работать Еще лучше Надеюсь Производители Это дело Учтут И сделают Более Качественным То есть Продукт Будет Еще лучше Если мне Такое Попадется Сделаем Об этом Обязательно Видео То есть Я Честно Говорю То Что вижу То Как оно Есть Ну а Так Вот В таком Состоянии В котором Есть Вот этот Вот Ресивер То есть Опять же Такие Вопрос Брать Не брать Ставить Не ставить Ну Я считаю Если вы Делаете Какой-то Доработанный Двигатель То в любом Случае Надо Что-то Нестандартное Ставить То есть Вполне Неплохая Вещь Но Чтобы От нее Получить Скажем так Эффекта Значительно Больше То есть Ее нужно Немножко Доработать То есть То что Касается Каналов Совмещения С головкой То Тоже Самое Касает Но Я Правда Не могу Сказать По поводу Раструб То есть Это Получается Его надо Либо Разварить Либо Что-то С ним Переделать Чтобы Совсем Правильно Было Это Конечно Неудобно Но В принципе Вещь Даже Вот такая В том Виде В котором Есть Эффект Будет Скажем так Лучше Чем Стандарт Вот Но Если Так Общую Оценку Давать Конструкции То Моя Личная Общая Оценка По Десятибальной Шкале Я Больше Пяти Баллов Поставить Не могу Вот В том Состоянии В котором Он Есть И Это Так В принципе С натяжкой Пять Баллов Надеюсь Информация Будет Вам Полезна Если Кто-то Что-то Подобное Делает То есть Учитывайте Вот Эти Мелкие На Первый Зад Это Мелкие Скажем Недоделки Но На Сам Все Благодарю За Внимание